Для приготовления закваски нарезаем ржаной хлеб кубиками. Перекладываем нарезанный хлеб в калининный горшок или в эмалированную кастрюлю. Добавляем 400 мл кипятка. Закрываем крышкой и даем постоять минут 15-20. Хлеб в горшочке размяк. Добавим в него 3 столовые ложки черного изюма и столовую ложку меда. Добавляем немного горячей кипяченой воды и все перемешиваем, чтобы получилась кашеобразная масса. Далее добавляем 3 столовые ложки сахара и все перемешиваем. Накрываем крышкой и даем настояться в течение часа. Чайную ложку сухих дрожжей разведем в теплой воде. Добавляем разведенные дрожжи и все тщательно перемешиваем. Закрываем крышкой и ставим в теплое место на 12 часов для брожения. Прошло 12 часов. Добавляем 3 столовые ложки кефира. Все перемешиваем и оставляем в теплом месте закрытой крышкой еще на 12 часов. Прошло чуть более суток. Наша закваска готова. Часть закваски я отложила в банку. На данные закваски мы поставим квас. Оставшуюся закваску мы будем хранить в морозилке, чтобы все лето можно было ей пользоваться. Для этого в закваску добавляем ржаную муку и все перемешиваем. На отрезанный лист бумаги для выпечки кладем нашу закваску. Заворачиваем конвертиком. Каждый конвертик с закваской помещаем в целлофановый пакет и убираем в морозильную камеру на хранение.